МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 35 гектаров захороненных резиновых изделий. Геологи исследовали Простинскую свалку. Нижнекамские туристы сдают путевки в Грузию. Как получить деньги за билеты? Не вывозят или не успевают? Садоводы по 121 маршруту утопают в мусоре. От Кореи до Карелии через Нижнекамскую пожарную наш город стал 616-м для амбициозного путешественника. Встреча с лидерами, как нефтехимик сыграл с футболистами из Бугульмы. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Геологи обследовали Простинскую свалку. У специалистов из Чебоксар масштабы загрязнения поразили. 35 гектаров резинотехнических изделий не только на поверхности, но еще и под землей. Обследование территории – это первый этап рекультивации. Алсу Арсланова продолжит тему. Пепельные горы, черная земля. Недогоревшие покрышки, словно зона отчуждения. Так сейчас выглядит свалка в простях. Радует одно – она больше не горит. Обследовать территорию приехали специалисты из Чебоксар. Этот прибор называется георадар. Мы сейчас проводим георадарное обследование, чтобы узнать, насколько глубоко, чтобы узнать мощность загрязненных грунтов в этом месте. Геофизик проводит съемку по всей площади свалки. Это ни много ни мало 35 гектаров. Работы помогут узнать общие объемы загрязненного грунта. А что внутри изучают геологи. Эта установка бурит скважину, которая в дальнейшем поможет узнать, насколько глубоко загрязнена земля, а также выявит характеристики грунта. За эти пять дней мы пробурили практически по всей территории этой свалки. И масштабы загрязнения колоссальные. Также за пределами свалки, где в данный момент уже растут деревья, там тоже погребены отходы. Отходы везде, на поверхности и под землей. Именно из-за этого пожар на свалке так долго не могли потушить. Старые покрышки загорелись в октябре прошлого года. Долгие месяцы огнеборцы не могли локализовать очаг. Он находился слишком глубоко. Настоящая экологическая катастрофа. Люди в селе задыхались от смога. Только в мае, благодаря засыпке, удалось победить стихию. Чтобы страшной историей не повторилась, необходима рекультивация. Но для начала нужно узнать, что же все-таки погребено под толщей земли. Первый этап – работы геологов, геофизиков и геодезистов. Мы будем сейчас следить за ходом проведения работ, за результатами анализов. Мы должны посмотреть, какой состав, чтобы в рамках рекультивации определить дальнейшую утилизацию тех или иных веществ. Рекультивация запланирована на 2020 год. Свалку не просто законсервируют. Все содержимое поднимут на поверхность и отправят на утилизацию. Алсу Арсланова, Фахри Исламов, Новости НТР. Реаниматологи продолжают бороться за жизнь молодого человека, который накануне упал в бочку с нефтепродуктом. Сегодня его экстренно перевезли в Казань. Сейчас он находится в коме. Напомню, 34-летний чистильщик, сотрудник компании «Лидер», получил сильное отравление токсичными парами, когда упал в цистерну. На момент прибытия спасателей пострадавшего достались сами сотрудники базы. Он уже был без сознания. В Нижнекамской больнице мужчине был поставлен диагноз «острое отравление». Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция. Отдых отменен, отпуск испорчен. Нижнекамские туристы, которые купили путевки в Грузию через агентство, распаковывают чемоданы. С 8 июля перелеты на Кавказ запрещены. Наталья Лушникова пообщалась с представителями турагентств и нижнекамцами, которые хотели посетить это государство. Узнала из новостей и стали звонить друзья и сочувствовать, что вот конец мечте увидеть Грузию. Это была мечта? Да, это была мечта. Фестиваль молодого вина и гора Казбек для Натальи и ее подруги так и остались мечтой. От путешествия, которое они запланировали давно и даже успели купить билеты, придется отказаться. С 8 июля Путин запретил нашим авиакомпаниям летать в Грузию. Мы очень расстроены, конечно, данными обстоятельствами и сейчас планируем возвращать билеты. Билеты мы покупали у авиакомпании Победа. Дорого пришлось? 6 тысяч туда и 6 тысяч обратно. Вот такова цена была в конце мая на сентябрь, на конец сентября. Девушки не хотят рисковать. С 19 июня в Тбилиси беспорядки, массовые протесты и митинги. На фоне требований отставки правительства звучат русофобные лозунги, слышны выстрелы. Между тем, по данным Ростуризма, из российских путешественников приходится примерно пятая часть от всего турпотока в Грузию. Вывод. Если скандал не утихнет, тур-сезон в Грузии будет сломан. Пострадает, конечно, потому что уменьшится поток туристов. И принимающие компании, и туристические компании, непосредственно работающие в этой стране, которые организуют экскурсии, которые работают непосредственно с туристами там на месте, они тоже потеряют какой-то поток клиентов, поток туристов. И я думаю, что тоже понесут убытки. Сколько туристов из Нижнекамска сейчас в Грузии, сказать невозможно. Большая часть отдыхает дикарями. Наше правительство создало рабочую группу для координации ситуации с рейсами в Грузию. Организованные туристы должны быть вывезены до 8 июля. Отдыхающие самостоятельно смогут досрочно вылететь домой без дополнительных расходов. А вот тем, кто решит задержаться в Грузии, придется возвращаться за свой счет через третьи страны. И самый главный вопрос, как вернуть деньги. Всего две авиакомпании, Победа и Джорджия Эрвис, осуществляли полеты в Грузию из Казани. После 8 июля Победа обещает вернуть деньги всем своим клиентам. Для этого нужно лишь написать электронное письмо на адрес, который вы сейчас видите на своих экранах. А вот с возвратом по турам обращайтесь в свои туристические агентства. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Марсель Джураев. Новости НТР. Непотушенная сигарета могла стать причиной пожара, который сегодня тушили нижнекамские огнеборцы. Оперативность спасателей помогла предотвратить серьезные последствия возгорания. В однокомнатной квартире сгорели лишь постельные принадлежности. 38-летний хозяин квартиры не пострадал. Пожарные в очередной раз напоминают горожанам в избежании серьезных ЧП быть предельно внимательными с огнем и электроприборами. Наша телекомпания и Русфонд продолжают благотворительный проект в помощь тяжелобольным детям. Сегодня история двухлетнего Вани Забелина из Альметьевска у мальчика ДЦП. Ему требуется вертикализатор и коляска для прогулок. Молодец, как-то. Давай. Вот, ну как скажешь, занимаемся. Эти упражнения даются двухлетнему Ване с особым трудом. Ему сложно держать голову и переворачиваться. Мальчик родился в ДРКБ раньше срока. Через два месяца врачи выписали его домой. Отставание в физическом развитии родители заметили лишь через год. Диагноз – ДЦП. Малыши уже на ножки встают, опору. Опору он не делал. Он переворачивается. Вот только начинает у меня переворачиваться. Но очень-очень слабо. Помогать надо еще. Голову вот плохо держит. Вот как спастика в мышцах у него. Вот чтобы ты спастика ушла. Тоже вертикализатор поможет. Вертикализатор мальчику просто необходим, говорят медики. Он поможет рассабить ручки и ножки, укрепить суставы и вывести из легких мокроту. В будущем Ване сделают операцию на тазобедренный сустав. Возможно, тогда он встанет на ножки. А пока ему требуется прогулочная коляска. Гулять на свежий воздух мальчик выходит все реже. Чтобы все приобрести, требуется 471 тысячи рублей. Таких денег в семье нет. Коляска нужна для ребенка, потому что обычные коляски мы просто уже не помещаемся. Мы же вторую купили. Мы в них уже не лезем. Просто он по размерам лежа не помещается. А сидеть там просто невозможно ему. Он сидит неправильно. Дома Ваня увлекается музыкой. Очень любит русские народные песни. Помочь ему хотя бы чаще выходить на улицу можем мы с вами, отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщений 75 рублей. Как нести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Смрад и зловонья на всю округу. На площадке в Садовом массиве по 121 маршруту стоят 4 контейнера для сбора мусора. И каждый день они оказываются переполненными. Первое, что приходит на ум, не вывозят. Но на самом деле не успевает. В причинах коллапса разбиралась наша съемочная группа. Таскальку. А вы как долго вот это убираете? Каждый день. Тракторист не лукавит. Мусорную площадку по 121 маршруту убирают ежедневно. День сегодняшний не исключение. Вот только техника подвела. Колесо пробито осколком бутылки. Уборка затягивается. Мусорный поток не истекает. Отвратительный запах усиливается. Садоводы разводят руками. Быстро наполняется почему-то. Убирает, убирает мусор. Часто убирается. Часто? Это у вас первый раз такое? Да нет, не первый раз. Утром идешь чистым-чисто. Ужин, например, на три часа выходишь. Мля-ман-нам. Опять увезет. То есть за три часа собирается? Да. Три часа и площадка снова тонет в мусоре. Аномальная зона? Отчасти. Суда несут отходы сразу с четырех садоводческих товариществ. Нефтехимик, шинник, спутник, индустрия. Это более трех тысяч дач. Четыре контейнера с такой нагрузкой просто не справляются. Этой проблеме не первый год. Сейчас ее пытается решить региональный оператор Гринта. График пересмотрели, сделав вывоз ежедневным. Подняли вопрос и по контейнерам. Обязанность по созданию и содержанию контейнерных площадок возлагается на органы местного самоуправления или собственников земельного участка. То же касается и оборудования площадок контейнерами. Гринта также работает над проблемой этой площадки. Рассматриваются несколько вариантов по ее решению. Пока же мы просим садоводов быть аккуратнее при складировании отходов в контейнеры, дабы не захламлять площадку. Имеется в виду крупногабаритный мусор. Мебель, оконные рамы, двери, обрезанные ветки деревьев. Контейнеры для подобных отходов не предназначены. Быстро засоряются. Место крупногабарита на специализированных площадках, куда его должны отвозить сами дачники. Наталья Лушникова, Фахри Исламов, Новости НТР. Жители дома 14 на улице Тукая боятся свою соседку, 80-летнюю бабушку. По словам людей, пенсионерка ведет себя неадекватно. Справляет нужду прямо в подъезде, мешками, тащит к себе домой разные мусоры. В ее квартире полная антисанитария. Рассадник лопов и тараканов. С просьбой помочь жильцы обратились к нам. Вот моя квартира. А у вас, смотрите, сколько тараканов. Вот я их буду выводить. А как будем выводить тараканов? А где колонок? Это не мусорный полигон, а обычная двухкомнатная квартира. Ее хозяйка – 87-летняя бабушка. Женщина всю жизнь проработала на химии лаборантом. Выйдя на пенсию, начала вести себя странно. Тащить домой все, что лежит в мусорных баках. Это не мусор, это история, вы это не поймете. Моя история. Понять эту бабушку действительно сложно. Квартиру заполонили кучи мусора, клопы и тараканы. Даже кошка с трудом пробирается сквозь этот хлам. В подъезде женщина разрисовывает стены и обливает квартиры соседей кефиром. Хорошие люди живут. Я для себя отметила. Это вот белым вы отметили, где хорошие люди живут? Да, да, да. А где плохие люди живут? Там. Где не подъезда? Соседи неоднократно просили бабушку навести порядок в квартире. Но женщина продолжает разводить антисанитарию. А недавно еще начала справлять нужду прямо в подъезде. Угрожает еще она. Сколько можно уже? Сикает, ходит по подъездам. Сегодня уже весь молоко там налил. Сколько можно? Я год только живу. Она говорит, не вмешивайтесь, не свое дело. Вот так вот. Я так-то боюсь, у меня дети. Вот сейчас вот у меня в сентябре родится четвертый ребенок. Клопы, они прибегают на все свежее. Как нам стало известно, женщина состоит на учете в психдиспансере. Раньше ее лечением занимался старший сын, но он умер. Председатель СТОС вышла на связь с младшим сыном. Бабушку на полтора месяца поместили в больницу. В квартире обещали навести порядок совместно с работниками четвертого дома управления. Мы еще будем выходить письменным обращением в Роспотребнадзор, в санепистанции, все эти службы. То есть уже будем влиять все-таки на сына, вот сам младшего сына, чтобы тот какую-то работу производил. Если этот сын уже будет просить как-то, ну там, что-то в квартире там навести, в письменном виде, чтобы потом претензий не было, мы в этом случае можем помочь. За порядком в квартире обещал следить ее сын, а после выписки из больницы забрать бабушку к себе домой. Лилия Горова, Марсель Джураев, Новости НТР. Что делать, если учитель собирает деньги у родителей в канун своего дня рождения? Считается ли подкупом букет цветов на экзамене для преподавателя? На эти и другие вопросы, посвященные коррупции, отвечали сегодня дети из лагеря Зенгеркуль. К ним приехали кураторы Республиканской молодежной антикоррупционной программы. Знают ли нижнекамские дети, что такое коррупция? В сюжете далее. Мы без взятки проживем, на зарплату наживем. Антикоррупционные лозунги звучат из уст детей. Ребята знают, что взятка – это плохо, но пока не до конца понимают, что это такое. Это когда люди просят у других деньги за... Ну, они просят деньги и потом не возвращают. Взятка – это незаконное действие, сделанное за деньги. Ну, как бы тебе предлагают деньги, чтобы сделать незаконное действие. Это когда тебе дают деньги и ты незаконно их тратишь. Взятка – это когда ты берешь у кого-то деньги, ну, для фото, и потом ты их возвращаешь, если ты не мошенник. Это просто незаконное дело. То есть ты можешь дать за планы учебы деньги, чтобы тебя взяли, но если ты плохо учишься. Рассказать детям о том, что такое коррупция и как с ней бороться, в Нижнекамск приехали участники республиканской молодежной программы «Не дать, не взять». Девушки проявили интеллектуальную игру, вопрос для которой взяли из практики. Классы покупают седьмого, а классы собирают у детей деньги на подарок, который ведет у детей уроки в этом классе. Учитель не может брать детей с учеником, не имеет права. За эти полчаса дети узнали много нового, разобрали несколько ситуаций жизни, высказали свое мнение. Мы делаем задания так, чтобы они не то, чтобы знали или не знали, мы проверяем, а чтобы они узнали, что такое коррупция. То есть вопросы специально подводятся так, что мы мельком затрагиваем эту тему, но фактически они выходят уже с полным пониманием этого термина. Команда, ответившая на самое большое количество вопросов, получила диплом и памятный приз. После детского лагеря гости из Казани отправятся в молодежный центр, а уже завтра в Титюшевский район, где тоже расскажут детям о том, что коррупция это плохо. Илья Гуров, Ахрия Исламов, новости НТР. Ну вот перейдем от игр на тему коррупции. К серьезным мерам нижнекамцы могут рассказать о коррупции в сфере ЖКХ. Завтра по этой теме начнет работать республиканская горячая линия. Номер сейчас вы видите на экране. Прием заявок с 11 до 16 часов. В это же время, 26 июня, в Казани начнется прием граждан. Он пройдет по адресу улицы Батурина, дом 7А, кабинет 136. Известный путешественник Иван Ширяев посетил Нижнекамск в рамках своего авторского проекта «От Кореи до Карелии». Наш город стал 616-м в его списке. Уже седьмой год 32-летний мужчина колесит автостопом по всей России в планах посетить более тысячи городов нашей страны. О том, как проходит длинное странствие, в сюжете далее. Необходимые вещи, еда и фотоаппарат Иван Ширяев путешествует с одним рюкзаком. Он колесит по всей России. Нижнекам стал 616-м городом по счету. Доказательство визита – вот этот блокнот 32-летний мужчина ставит печать в каждом городе, где побывал. Останавливается турист в пожарных частях. Протоптать эту дорогу помог случай, правда, несчастный. Началась моя дружба с МЧС в Магаданской области 5 лет назад, когда я чуть не утонул в горной речке. Тогда я впервые побывал внутри пожарной части и завязались такие близкие отношения с чрезвычайным ведомством. Свой проект «От Кореи до Карелии» Иван Ширяев начал осуществлять 7 лет назад. Путешествует он исключительно автостопом. Бесплатно или за интересную историю? Таких у мужчины много. Среди пройденных мест на карте – Дагестан, Сибирь, Урал, Киров. В каждом городе новые люди и места. Впечатлениями он охотно делится в социальных сетях. С каждым городом я стараюсь познакомиться, узнать о его истории, о его особенностях, не торопясь, прохожу с фотоаппаратом и по центру города, и по основным достопримечательностям, и по окраинам, и по заброшенным объектам, и по кладбищам, чтобы город рассмотреть с разных сторон и больше узнать о нем. На его интернет-страничке уже есть фотографии Нижнекамска. Спонсоров у Ивана нет, он обеспечивает себя сам. Каждый день путешественник идет к поставленной цели – посетить 1122 города. А когда член Русского географического общества объедет всю страну, он планирует написать книгу. В ней он подробно расскажет, какая она на самом деле Россия-матушка. Альбина Валиева, Евгений Лызаев, Новости НТР. Выбрали главного батыра, бегали в мешках, пели и танцевали. В 75-м детском саду прошел свой сабантуй. Праздник плуга здесь проводят традиционно в начале лета. Мероприятие удивляет своим масштабом. В этом убедилась и моя коллега Анастасия Шакирова. Дружится, дружится наш народ. Ручками полтопает, ножками полтопает. Задорные танцы и песни. Пролог детского сабантуя отличает искренняя детская непосредственность. Зрители здесь не стоят на месте. Да, мне заинтересовались. Извините? Да? Да. 75-й детский сад к своему сабантую готовится основательно. Проводят его здесь традиционно после главного городского праздника плуга. Детский сабантуй проводится для того, чтобы познакомить детей с традицией татарского народа, с народными праздниками. И проводится он после взрослого сабантуя. Когда дети посмотрят взрослые, здесь у нас случается свой праздник. Раз, два, три. Давай, давай, давай. А это национальная татарская борьба. На этом пятачке собрались самые сильные малыши. Детский сад выбирает своего батыра. Батцы сильные, смелые. Ты уверен в своей победе? Да. Три, два, три, два, три. Бег в мешках, конкурс «Перенеси яйцо», «Битье горшков». Традиционных состязаний сабантуя было много. После каждого детей щедро одаривали подарками. Это праздник, когда все дети веселятся и всем дарят подарки в конкурсах. Это праздник, где поют и танцуют, и стишки рассказывают. Праздник Сабантуй в 75-м детском саду – это большое открытое мероприятие. В него вовлекают не только всех детей, но и родителей. Это, во-первых, веселье для детей, радость, повод всем встречаться, танцевать, рассказать, показать свои таланты. Очень хорошо, весело, молодцы, что так все организовали. И вообще очень прекрасно. Малыши еще долго будут вспоминать этот праздник. Ну а работники детского сада обещают – на следующий год он вновь повторится. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев. Новости НТР. Ну а далее вас ждут новости спорта и прогноз погоды. А я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 посредством сайта. Его адреса ntr.defis24.ru или через мессенджер WhatsApp. Его номер 8 917 93 73 077. До встречи. Сегодня в новостях спорта Эмир Басиров стал призером всероссийского турнира. Анна Ватропина выступила на мемориале Евстратова. Об этом и не только сразу после рекламы. Автоцентр марка Ниссана Чуйкова заявляет. Назначайте свою цену на новый Ниссан. Скидка 280 тысяч не придял. Звоните 4 пятерки 3 единицы. На предприятие шинного комплекса Кама Тайрс требуется токари 4-6 разрядов, фрезеровщики 4-6 разрядов, электромонтеры 4-6 разрядов, слесари-ремонтники 4-6 разрядов, наличие документа о квалификации, официальное трудоустройство, жилье. 8 3 пятерки 24 12 70. Триумф НК в 3 месяца 15%, 6 месяцев 17%, 9 месяцев 19%, 12 месяцев 23% годовых, 30 80 90. На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Вирца. Здравствуйте. Бронза на всероссийском турнире. Нижнекамский боксер выступил на всероссийском турнире общества «Динамо», который прошел в столице Татарстана. Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» Эмир Басиров в весе 64 килограмма в предварительном поединке одержал победу над Александром Голиаскаровым из Удмуртии и вышел в полуфинал. Бой нижнекамца с Григорием Лизуненко за выход в финал был остановлен во втором раунде из-за рассечения у Эмира. Победу, как принято в этих случаях, отдали сопернику. В итоге мастер спорта из Нижнекамска занял третье место среди 14 претендентов. Право участвовать в чемпионате России по боксу предоставляется только победителям всероссийских соревнований. Всего участие в них приняли больше сотни боксеров из 24 регионов страны. Теперь воспитанник Анатолия Пушканова постарается добыть путевку на главный национальный старт по боксу на чемпионате Приволжского федерального округа, который состоится в сентябре. Перейдем к королеве спорта. Представительница спортивного клуба «Нефтехимик» выступила на всероссийских соревнованиях. В подмосковном Жуковском состоялся мемориал Евстратова. Участие в нем приняла мастер спорта по легкоатлетике Анна Ватропина. На дистанции 100 метров с барьерами воспитанница тренера Олега Пермякова заняла третье место. Победительницей соревнований стала Анастасия Николаева. Второе место у Ирины Монаковой. Участие в соревнованиях приняли более 200 легкоатлетов со всей страны. Состязались атлеты в 14 дисциплинах у мужчин и женщин. Расскажем о футболе. Дублеры «Нефтехимиков» в шестом туре чемпионата Татарстана принимали лидеров турнира, игроков команды «Бугульмару Нака». Матч, прошедший в Нижнекамске, открывал тур и уже по этой игре можно было судить о характере встреч последующих. Жарко, сложно, много брака. Лидер чемпионата, коим является бугульминский коллектив, заработал еще три очка и, кажется, ничто их с победного пути в ближайшее время не собьет. Однако встреча в Нижнекамске была отнюдь непроходной. Местные парни были настроены вполне по-боевому. Но в этот раз одного настроя, к сожалению, для хозяев оказалось мало. Поражение «Нефтехимика» со счетом 0-3. Сейчас нижнекамская команда располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. У подопечных Андрея Сичихина шесть очков после шести игр. В эти выходные дубль «Нефтехимика» снова выйдет на поле. На этот раз на выезде проведет первый матч четвертьфинала Кубка Татарстана с набережно-челнинским «КамАЗом». Абсолютно невынужденные ошибки наших ребят позволили сопернику забить. Но мы не после этих мячений во втором тайме забить уже не смогли. Хотя пытались вернуться в игру. У соперника довольно опытные футболисты, которые этого сделать нам не позволили. Ну а завершим выпуск около хоккейной новостью. Экс-форвард «Нефтехимика» объявила завершение хоккейной карьеры. Это решение принял Максим Якуценя. В составе нижнекамской команды местным болельщикам нападающий запомнился яркой игрой, когда выходил на лед в джерси «Нефтехимика» в сезонах с 2009 по 2011. Якуценя играл в свитере с логотипом «Нефтехимика» в 114 матчах и набрал в них 74 очка. Максим Якуценя входит в топ-100 снайперов отечественных чемпионатов. На счету нападающего 190 забитых голов на высшем уровне. За 618 матчей в КХЛ он набрал 310 очков. Среди достижений игрока бронзовые медали чемпионата России 2007 года, Кубок континента 2012, бронза Кубка Гагарина 2012 года, серебряные медали Кубка Гагарина 2013 и бронза Кубка Гагарина 2018. Кроме того, Максим Якуценя является двукратным обладателем премии КХЛ «Железный человек». Последним клубом 38-летнего допадающего стал Словацкий Детва. На сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР «Прогноз погоды». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefis24.ru. До встречи в эфире. Спонсор прогноза погоды – магазин «Технорай». Внимание, внимание! Татарстан переходит на цифровое эфирное вещание. А чтобы смотреть свои любимые программы, нужна приставка! Покупайте приставки и антенны в магазинах «Технорай». Цены от 990 рублей. Объясним. Настроим. Научим! 26 июня в Нижнекамске малооблачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 16 градусов. Ветер северный – 5 метров в секунду. Вторая половина недели будет дождливой. Спонсор прогноза погоды – магазин «Технорай». Вы боитесь перехода на цифровое вещание? Зря. В магазинах «Технорай» можно купить все необходимое. Приставки, антенны, комплектующие. «Технорай» всегда рядом. Переход на цифру пройдет радостно с «Технораем». Внимание, внимание! Татарстан переходит на цифровое эфирное вещание. А чтобы смотреть свои любимые программы, нужна «Приставка». Покупайте приставки и антенны в магазинах «Технорай». Цены от 990 рублей. Объясним. Настроим. Научим. Продолжение следует...